Всем привет! В эфире самая студенческая программа «Альма Матер» и мы ее ведущие Лена и Таня. За прошедшие две недели мы успели собрать массу интересной информации о жизни студентов и школьников. Последний весенний выпуск обещает быть интересным, солнечным и красивым. Ну что, команда «Альма Матер», вы готовы к прохождению квеста? Всегда готовы! Ну что, погнали! Пошли! Так начался наш краеведческий квест. Команда Миши Серкова, а именно так называлась наша команда, сразилась со студентами МГУ, МГУ, БРУ, Института МВД и школьниками. Знаний истории Могилева. Мы, как выпускники исторического факультета, знаем, это, наверное, больная тема для нас, да, что действительно мы ходим по улицам, по тем, которые мы не знаем даже в честь чего названы, что здесь было ранее, какая замечательная архитектура у нашего родного города, что было утрачено и чем нам есть гордиться. Понадобилась отличная физическая подготовка, ведь по городу нужно не просто ходить, а бежать. Конечно, за курсантами сложно угнаться, но мы старались изо всех сил. Задания разные, где-то спеть, где-то включить логику, а где-то просто нужно быть эрудированным человеком. Довольно интересное задание на пикетах и интересно сформулированные задания для фотографий. Впечатления самые положительные. Очень интересное задание. Выполняем, вот, пытаемся подходить творчески ко всему. Один из самых интересных пикетов – тренинг на сплоченность команды. Он помог нам подробнее узнать друг друга. Например, размер обуви, рост и дату рождения. Я, если честно, сам не знал, что мы все, оказывается, знаем дату рождения друг друга. И, в принципе, вот эта вот сплоченность мне очень нравится. Команды свои остальные потеряли. И остались те самые стойкие. Мы дойдем до конца. Прошла ли команда «Альма-Матерквест» до конца, узнаем через несколько минут. А на очереди наш традиционный дайджест. В этом учебном году на кафедре маркетинг и менеджмент Белорусско-Российского университета состоится знаменательное событие. Диплом о высшем образовании получит тысячный выпускник специальности маркетинг. В честь этого юбилейного события студенты кафедры провели танцевальные флешмобы в школах города, где оригинально рассказали про свою специальность. За 12 лет на кафедре маркетинг и менеджмент было подготовлено 960 специалистов. Имя тысячного выпускника специальности маркетинг и менеджмент станет известно в середине июня. Зажигательные танцы – отличный вокал. Нет, это не финал Евровидения. Это отчетный концерт Могилевского центра творчества детей и молодежи «Родничок». Зритель оценил. Понятно, что этот год для ребят прошел не зря. В центре творчества занимаются талантливые ребята всех возрастов – от 4 лет и выше. Направления самые разные. В концерте приняли участие не только воспитанники, но и их педагоги. Зря боялись. И дебютанты, и те, кто не в первый раз на сцене справились на все 100%. Команда «Альма-Матер» все еще проходит квест. Кроме основных заданий есть и дополнительные. Например, эти ребята не вандалы. Просто пытаются сделать оригинальное фото с флагом. За это они получат дополнительные баллы. Мы тоже решили не отстывать и сделать несколько фото. Выбрали категорию «Бегущая, стоящая, святая». Нам нужно сфотографироваться с подземли. И куда мы идем? Мы нашли место под этой лестницей, и мы сейчас туда укроемся и будем фоткаться. Под лестницей вся наша команда не поместилась. Что ж, выбираем другую категорию. Варя, что ты делаешь? Я показывала радугу. Как ты думаешь, что это? Потому что на коромысло, наверное, похоже. Нет, это радуга в обратную сторону. Оригинальность везде. Квест подходит к концу. Как бы мы ни старались, первыми на финише оказались студенты института МВД. Ну, если еще раз такое будет, я обязательно буду участвовать снова. Вы пришли первыми, не устал? Не особо. Еще можно так, кружков пять навернуть. Смотря на то, что команда Миши Серкова сегодня не победила. Зато наша команда была самая харизматичная. Ждите на следующем году! У меня скоро сессия, и так не хочется читать учебную литературу. Хочется почитать роман или фэнтези. Лена, у меня госы, я не парюсь. Я снимаю «Контрольный вопрос». Давай смотреть. «Контрольный вопрос» придумал новый каверзный вопрос для могилевских студентов. Сегодня будем узнавать, что написал известный русский писатель Евгений Онегин. Кто написал Евгений Онегин? Письмо, Татьяне. Да. А кто такой Евгений Онегин? Это... Это... Пушкин... Пушкин, 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 да. Пусть наш чего? Пушкин, это... Рассказ. Рассказ. Ну да, в школе же проходили. Рассказ. Поэма сейчас... А как называлась поэма? Она не... Не она, Карина. Карина. Не, 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 не. Поэма? Даже как-то стыдно. Даже не подготовились, да? Вот от себя. Даже не знаю. Вот я еще с других мыслях. Евгений Онегин? Это же произведение. А чье произведение? По-моему, Пушкина. Без понятия. Он не писал, он персонаж литературный. А какого произведения, может быть, помнишь? Так, 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 сейчас, ну, секунду. А, так Пушкина он написал. Ага, правильно. А как произведение-то называется? Так и называется, Евгений Онегин. Евгений Онегин? Письмо Татьяне написал. Это произведение есть такое, Евгений Онегин. Правильно, а чье? Тургенева, по-моему, нет, нет. А Пушкин написал Евгения Онегина. Очень приятно, что могилевские студенты помнят, что Евгений Онегин это никакой не писатель, а герой романа Александра Сергеевича Пушкина. Ну что, студенты, готовьтесь. Следующий раз мы придумаем новое. Каверзные вопросы специально для вас. Портретная галерея географов и естествознавцев открылась в МГУ имени Кулешова. Это третья часть большой экспозиции, которая разместилась в корпусе на Первомайской, где учатся студенты факультета математики и естествознания. Тут присутствуют 22 портрета. Первая и другая черги были открыты на передании 100 годзи университета в 2013 году. И другая черга была открыта до 25 годзи факультета праведознавства. Почти 50 портретов профессоров, доцентов, преподавателей теперь украшают стены университета. В будущем планируется открыть подобные галереи физиков, химиков и математиков. Факультет ведущий в университете. Ну и это благодаря вот этим людям, которые дают эти знания, умения, навыки. И вот эти люди запечатлены в этих портретах. Прекрасная традиция, которая воспитывает студентов. Вместе с открытием выставки прошла презентация альманаха «Могилевский меридиан». В журнале публикуются научные работы ученых из Украины, России, Туркменистана, Польши и Беларуси. Около половины всех авторов – сотрудники МГУ Кулешова. Журнал наш интересен не только географом, действующим в науке и практике педагогической, но и, в принципе, всем, кто интересуется, скажем так, различными аспектами социальной, экономической политики, демографической политики, вопросом охраны окружающей среды, экологии. А теперь на очереди наш эксперимент. Во-первых, мальчики разбавят наш женский эфир. А во-вторых, акция «Подвезем за песню» пришлась по вкусу жителям города. И они требуют продолжения. Подбросим за песню. Вы едете куда-нибудь? Можем подвезти вас. Прямо с собакой. Сзади дверь. Вам открыть нет? Как собаку зовут? Собакой не видит. Собакой не видит. Хорошо, что не видит. Витя, надо выйти. Это вокала, что ли, нет? Брошь, мальчик. Остановите, остановите эту машину. Остановите. Витя, это лово там. Витя, надо выйти. Я даже собаки бояться. Девочки, подвезем за песню. Вам открыть дверь? Да. И пусть это сделает водитель. Давай запишем эту песню в мотивок, Чтоб никогда не поставили на радио. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А я на меня за комплики выбрал кондивей. Бояться больше не имеет смысла. Ты пропадаешь сердце, ловый свет. Когда будет припев, показывайте вот так вот. Вот это? Да. Порядка, поехали. Твои глаза. Такие чистые, как небо. Назад и взял. Остановлю эту планету. Здрасте. Здрасте. Честно, подвозим за песню практически. Куда мы едем? ЖД вокзал чуть дальше. ЖД вокзал чуть дальше. Вопросов нет. ЖД вокзал чуть дальше в школу. Списайте, как вас зовут? Нина Николаевна. Очень приятно. Очень приятно. Хочу тебя укрыть, хочу тебя укрыть, облаком, облаком. Подвозим, как еще раз отчество, Нина? Нина Николаевна. Отчество, а как ваши еще раз? Нину Николаевну. Подвозим Нину Николаевну. Она согласилась с нами спеть. Песню, песню. Стаса Михайловна. Моя сына Каманцева. Это огромный плюс. Николай Каманцев это отметит. Ты мое сердце исчистного золота, И я спасу тебя от холода. Ты мое сердце исчистного золота, И ничего дороже нет. Ты мое сердце исчистного золота, И я спасу тебя от холода. Солода, Сова. Ты мое сердце исчистного золота, Золото, и ничего дороже нет. Отлично, отлично. Буквально на минуточку оторвемся от эксперимента. Уж больно хороша рубрика «Репост». Правда, Лена? Сто процентов. Самые сильные, ловкие и настойчивые сражались за первое место на областном этапе республиканского фестиваля «Старт поколений», который прошел в МГУ имени Кулешова. В ежегодном спортивном мероприятии приняли участие студенты МГУ, БРУ, МГУ, института МВД, а также школьники из 1-й, 18-й, 35-й и 23-й средних школ. Победу одержала сборная команда МГУ. А вот самый музыкальный факультет МГУ в день государственного герба и флага устроил флешмоб на железнодорожном вокзале. Почти полсотни студентов и преподавателей вместе спели гимн Республики Беларусь. Почему на вокзале? Это место встречи людей, а в такой праздничный день встречают друг друга лучше словами государственного гимна, считают студенты. А в Белорусско-Российском университете делают ставку не на спорт, а на науку. Там прошла конкурсная выставка по итогам научно-исследовательской работы студентов и магистрантов. Лучшим проектом стала программно-аппаратная система «Электронный гид», а вот среди факультетов победа досталась электротехническому факультету. Белорусская государственная академия музыки отметила 85-летие. Не остались в стороне и студенты Могилевского филиала. Будущие Бетховены и Моцарты исполнили произведения великих композиторов на разных музыкальных инструментах – кларнет, скрипка, тромбон, домра и многие другие. Судя по лицам ведущих, концерт удался. Необычное семинарское занятие прошло у студентов Могилевского филиала Белорусского института правоведения. Будущие юристы посетили овальный зал Дома правительства и узнали изнутри о работе правительства. В Минске состоялся национальный финал международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева весна-2017». За право стать лучше боролись 15 конкурсанток. Титул «Королева весна-Белорусси-2017» завоевала студентка Витебского государственного технологического университета Снежана Михейцева. Наши красавицы Виктория Пунтьюхова из БРУ и Диана Агеева из Института МВД были одними из самых достойных и получили звание «Мисс Талант» и «Мисс Фото». Поздравляем! Вы самые лучшие! Хочешь, чтобы именно твоя фотография попала в наш эфир? Ставь хэштег «Хочу в Альмаматор». Мы всегда онлайн! Всем лайков! Едем дальше! Мы из Бобруска! Как круто мы подвозим! У нас маршрутка до Бобруска! У нас тоже 6 часов! Давай Тайд Лён! О, давайте! Ай-яй-яй! Здесь нас не найдут проблемы Только ты и я в этом мире Время застынет на этом моменте Все, что имею я отдам тебе Пальцы сжимаются крепко-крепко Это все, что нужно мне Готов убежать за тобой на креслето Чтобы еще раз по-новому все повторить Остарем девочек на финал! Желаем вам удачи! Хорошо, хорошо! Спасибо вам! Спасибо большое, девочки! Пока! Ну а на этом все! Смотрите программу «Альмаматор» Каждые две недели на телеканале «Беларусь» И Терри Могилев И заходите в нашу группу ВКонтакте! Увидимся! Пока-пока!